Мы с вами будем по разным основаниям сейчас создавать эти подтипы и единая числовая характеристика нам здесь тоже подходит плохо. Хотя первые два типа выделены по одному основанию. Записываем функциональное основание. Функциональное основание. По функциям разделяются организационно-распорядительные документы. Организационно-распорядительные документы. Пишется через дефис организационно-распорядительные документы. сразу скобках назовем что это за жанры ну например яркий организационный жанр это договор который описывает отношения между сторонами яркий распорядительный жанр это приказ организационно распорядительные то есть договоры приказы скобку закрыли вы обслуживают организационно распорядительные жанры обслуживают функцию регламентации человеческой деятельности подчиняется государственному стандарту 630 гос на организационно распорядительные документы 630 напомню в полное название госта кроме цифр 6.30 входит указание года с которого действует этот пост я его вам не называю для того чтобы у вас было четко в памяти что надо искать гост 630 последний год потому что обновление этого государственного стандарта сравнительно частое то есть два-три года обязательно обновляется если мы с вами запишем сейчас какой-нибудь 2009 год то это может сбить потому что в 2013 вполне вероятно будут очередные что входит в этот государственный стандарт первую очередь набор реквизитов набор реквизит напомню реквизит это неотъемлемая часть документа соответственно любая неотъемлемая часть документа признается реквизит вот там дан перечень реквизитов и указания того в каких жанрах какие реквизиты а кроме того там в приложении к этому государственному стандарту даны образцы организационно распорядительных документов то есть как их оформлять образцы или даже точнее ты говоришь шаблоны потому что самого текста эти документы не содержат они эти шаблоны содержат указания в каком месте какой реквизит должен быть обязательно в этом документе то есть это не юридические образцы как основание для того чтобы юрист составил договор или приказ а это образцы для документоведа для катарика который понимает как и сложить эту информацию и так входят реквизиты и образцы шаблоны документов для нас с вами живых людей а не документоведов каких-то вот таких отключенных от человека функции этот государственный стандарт не значит потому что мы с вами уже сталкиваемся с готовым шаблоном и нам нигде не предлагает переписать этот шаблон то есть шаблоны разрабатывают специальные службы и они отвечают за то что этот шаблон составлен хорошо но если кто-то из вас когда-то будет работать в этой области вот будет работать с подобным стандартом а в стандарте нужно еще сказать что он носит рекомендательный характер стандарт носит рекомендательный характер это описано в самом государственном стандарте здесь разделяется есть госты которые обязаны следовать и есть госты которые указывают как лучше с точки зрения соответствующей службы но это не значит что иначе составленный документ будет признаваться не работающим если реквизиты те же пусть они расположены немного не так документ все равно будет признаваться рабочим ну все здесь о стандарте нам этого достаточно переходим ко второму типу это тоже по функциональной типологии это а да извините я забыл еще вот о чем в некоторых пособиях вы встретите описание типов по функциям не парные а будут отдельно организационные документы распорядительные документы и так далее это нормально это хорошо просто сам государственный стандарт называет этот он так и описан как стандарт для организационно-распорядительных документов поэтому здесь выделен как один тип именно соответствии с действующим стандартом второй соответственно тип это информационно-справочные документы информационно-справочные документы опять приведем яркие примеры жанров это справка и отчет ну если следовать информационно-справочные информационно-справочные документы отчет и справка обслуживают функцию констатации факта обслуживают функцию констатации факта составляются как правило в связи с требованиями запрашивающей организации это лучше видно в отчетах и хуже в справках справки они сравнительно унифицированы и когда вы просите какую-нибудь справку то отдел кадров знает как выглядит эта справка в принципе но мы знаем что бывают такие учреждения которые требуют от нас справку сделанную по определенной форме иногда она зафиксирована и имеет название справка формы такой-то а иногда нам так и говорят справка для авира то есть вот это какая-то справка для авира он там что-то свое просит или там справка туда-то вот такая там еще надо вот это вот написать мы приходим в отдел кадров и все это пальцами тыкаем и чит такое говорит но в отчетах это видно очень хорошо что то как составлен отчет требует не какой-то государственный стандарт а требует организация которая востребовала этот отчет и соответственно когда мы оформляем отчеты по гранту мы не придумываем как бы сами это получше все написать а у нас есть требования к отчету и там есть пункты которые обязательно заполняем приложение документов которые мы отдаем и точно по тем же основанием делаются отчеты в разных сферах деятельности то есть есть организация которая запрашивает отчет определенного типа ему ей так и предоставляют этот отчет дальше сдвигаемся все по функциям завершили цифры 1 и 2 закрыли типологию по функциям и дальше мы цифру 3 писать не будем потому что это другие основания и они очень своеобразные но в частности следующая группа жанров носит название частных документов или личных документов мне самому гораздо ближе термин личные документы частные запятая личные жанры документы частные личные документы в скобках заявление доверенность заявление доверенность в основе этого типа жанра лежит идея автора и адресата то есть отношения автора и адресата частные деловые бумаги частные документы они адресованы физическим лицом другому лицу или физическому или юридическому то есть в основании название ложится идея исходит от физического лица частные документы исходят от физического лица в основании типа как уже было сказано положено идея отношений автора и адреса личные документы наиболее свободные по форме хотя их опять обслуживает определенный парадокс ну точнее ли они обслуживают парадокс не знаю как это лучше сказать дело в том что несмотря на то что официально по стандартам они свободные по форме на самом деле именно в этих документах с нас жестче всего требует чтобы мы соблюдали какие-нибудь правила потому что мы пишем рукой часто лучше когда мы их пишем на бланках это удобнее там все уже кто-то придумал как расположить и мы только заполняем графы но иногда и в некоторых сферах делопроизводства четко прописано что этот документ должен быть составлен собственноручно и без всяких бланков есть тогда мы пишем кстати знаете что каждый раз когда вас просят писать документ собственноручно значит у них есть служба обработки почерка и это значит что они просят для того чтобы в архив ушел образец вашего почерка им недостаточно просто вашей подписи как это часто бывает они хотят большой образец почему они хотят это в общем их дело но любая служба это любой человек должен понимать что как только у тебя попросили собственноручно заполнить некоторую бумагу и настояли на том что это не компьютер ну правда когда я прошу вас собственноручно писать контрольные работы я ни в какую службу это не сдаю я просто подстраховываюсь чтобы у меня раз и навсегда один электронный вариант не лег в компьютер и мне потом не размножали один и тот же вариант студенты это неинтересно а слишком часто меняет задание тоже ущербно особенно когда много двух видишь ну ладно дальше сдвигаемся и так это относительно свободные документы но на самом деле по ним смотрят нашу культуру работы с документами вот в чем парадокс то документ свободный по оформлению но по нему смотрят культуру оформления документа что это значит это значит если вы его оформили категорически неправильно это все равно этот документ только по нему видно что вы вот какой-то такой человек который вот категорически неправильно его пишет с ошибками в том числе не понимает как оформляется дата в русском языке не знает как ставить подписи куда там и прочее то есть это все сразу же становится видно и поэтому в наш курс официальных государством заложенная эта тема я обязан с вами повторить как писать заявление доверенности расписки чем мы сегодня с вами будем заниматься но к счастью очень коротко я придумал такой ход чтоб мы не слишком тупо все это делали потому что я вообще уверен что первокурсники умеют писать заявление а в жизни я знаю что например такой самый распространенный жанр как заявление сегодня все чаще и чаще мы пишем на бланке в том числе и внутри университета есть разработанные бланки разных заявлений и нам каждый раз выдают это заявление бланк который мы просто заполняем то есть такой вашей то личной работы там мало но по оценке того как я провел курс в оценку входит это умеете ли вы собственноручно написать заявление так что писать нам так или иначе придется ну вот что это еще и сейчас подумаю частных бумагах нет достаточно нам нужно только назвать следующий тип он опять по другому основанию причем по основанию которые внешне научно кажется весьма идиотским то есть если первые три типа выделены на каких-то очень понятных основаниях которые изучаются прагматикой лингва прагматикой то есть это функции речи и отношения автора адресата это в общем для жанра очень яркие черты и каждый раз в любой сфере когда описываются жанры а функция говорят об авторе адресате еще некоторых параметрах вот четвертая группа она очень большая и развернутая целые учебники есть как работать с этими жанрами потому что речь идет о такой понятной группе как деловая переписка деловая переписка и здесь и письмо приглашение и письмо поздравления и прочее и это действительно сотни жанров потому что деловая переписка ее шаблоны тоже придуманы на многие-многие случаи жизни которые даже сразу в голову не придет вроде там письмо претензии письмо ответ на претензию то есть это же нормальному человеку в голову не приходит а когда надо то ты на самом деле можешь поискать пособие там будет написано как примерно лучше составить претензию или ответ на это ну вот какое основание ложится здесь в этот тип не строгость и предварительность фиксации отношений не строгость и предварительность фиксации отношений ух нехорошо я построил говоря потому что это не строгость изложения и предварительность фиксации отношений не строгость изложения и предварительность фиксации отношений потому что с точки зрения фиксации отношений они предварительные но строгие не строгость изложения предполагает что здесь гораздо больше личного чем мы привыкли в других сферах документов, где личного нет вообще. Здесь личного может быть больше. Здесь могут обсуждаться какие-то вещи, которые в других случаях вообще не обсуждаются. Здесь может появляться эмоциональная лексика. Ну, например, в торжественных случаях и в письмах-поздравлениях понятно, что уровень эмоций другой, и там появляется высокая лексика. То, что тоже не свойственно для других документов. В этом смысле не строгость изложения. А когда мы говорим о предварительности фиксации отношений, то это тоже нужно уточнять. Вот, например, приехал к вам крупный ученый на конференцию или прочитать вам курс лекций. Приехал и приехал, он уехал. Вы пишете ему традиционное письмо в благодарность за то, что он приезжал. Это письмо — это предварительные отношения. Оно, вроде бы, после словия, да? Но приехал, приехал, уехал, можно же наплевать на него. Но мы не плюем, мы почему-то пишем ему это письмо. Зачем? Ну, для того, чтобы дальше его было удобно назвать в своем проекте, еще куда-то, еще там что-то делать. То есть поддерживать отношения. В этом смысле и говорится предварительная фиксация отношений. Почему об этом так долго нужно говорить? Потому что вы должны с сегодняшнего разговора о деловых письмах, мы ими не будем подробно заниматься, времени на это не хватит. Только очень коротко будем говорить. Так вот, важно запомнить, что все, что вы в деловом письме кому-то написали, это юридически ответственная информация. Юридически ответственная. То есть, если вы мне напишите письмо, в котором скажете, вся наша группа мечтает изучить русский язык по вашему пособию, а у вас, кстати, вот никакого пособия нет, напишите, пожалуйста, книжку, мы обязуемся выкупить 2000 экземпляров. Вот такого делового письма достаточно, чтобы я написал книжку, всучил вам 2000 экземпляров, а если вы не купите и не оплатите мой труд, еще и в суд на вас подал, что вы мне это предложили, а потом уклонились. Понятно? То есть, на самом деле, каждый раз, когда люди в деловом письме что-то такое говорят, что влечет у другой стороны затраты, а потом говорит, ой, мы передумали, то с точки зрения документа нет, извините, раз затраты были с одной стороны, вы передумать уже не можете. Только по взаимной договоренности, иначе вторая сторона вправе подавать в суд и точно выиграет дело. Особенно если сможет документально показать затраты, что они были сделаны. Затраты ученого, который пишет книжку, посчитать трудно, так что не бойтесь. Вот, понятная мысль. То есть, при всей предварительности фиксации отношений, если не было никакого другого документа, который жестко зафиксировал их, например, договора, то именно это письмо и будет считаться фиксацией отношений. Ну, правда, это предполагает, что это письмо будет где-то принято, завизировано, получен номер, и будет сохранено в некоторой папке. То есть, если этого не сделано, то это будет просто электронное письмо, и оно вряд ли будет считаться деловым. Хотя суды принимают электронные письма к рассмотрению, но понятно, что их статус не такой яркий, как у официального документа, который прошел через определенные службы и получил номер. Ну, ладно, все у нас с этими типологиями, достаточно нам их. Понятно, что важнейшая это функциональная типология, но к этим документам мы имеем отношение гораздо больше, как к пользователям. Они уже для нас разработаны, и мы их только заполняем. А вот частные бумаги, частные документы, это то, о чем мы должны с вами сегодня говорить, а попутно мы должны еще посмотреть на морфологию и синтаксис деловой речи. Мы в прошлый раз с вами больше говорили о лексике, сегодня морфология и синтаксис. Уже сегодня вы уйдете с небольшой домашней контрольной работой, а мне вы, кстати, должны сдать научный стиль, я правильно помню? Да, то есть те, кто продолжает его дописывать, бросайте уже это грязное дело и передавайте сюда работы, а то вы отключетесь от важного. А то, что мы сейчас будем писать, это важно для того, чтобы вы нормально сделали домашнюю контрольную работу. Она небольшая, можете не беспокоиться, но она требует некоторой работы. Какой? Вам надо будет в своей тетради подготовить. Вы мне домашнюю контрольную работу выполняете в рабочих тетрадях. И на следующем занятии, на котором вы пишете итоговую контрольную работу по нормам, вы мне сдадите во время занятия свои рабочие тетради. Особенный привет тем, что пишет в электронном варианте. Вот. Я, кстати, изначально предупреждал, что такое облака будет и что это нужно. Не, распечатывать не надо, надо как-нибудь по-другому договориться, и я там вижу людей, которые бывают, и пишут в электронном варианте, надо просто договориться. Вот. Но готовите тетрадь к проверке. Эта тетрадь, она не оценивается каким-то количеством баллов специальным, но по нему я смотрю, кто работал, кто не работал. У нас был целый ряд заданий, где я так говорил, ну вот посмотрите по словарю и перепроверите. Ну вот и там составите словных себе трудных случаях. Ну вот это сделаете. И сейчас я, конечно, должен выявить тех людей, кто это правда делал, и тех, кто это не делал и не собирается. Ну и, соответственно, если никто не делал, то, счастья вам, я это тоже у себя помечу. Вот. Что вы делали, и так и много. Суть контрольной работы. Я ее тоже сейчас объясню, потому что это связано с тем, что мы сейчас будем с вами вместе делать. Вам нужно будет написать дома на одну страничку небольшое эссе об отличиях современной деловой речи от деловой речи начала 20-го века. Ну не начала, а советской России. То есть 20-х годов 20-го века. Вы это будете не абстрактно писать, не переживайте. Просто мы сейчас с вами будем разбирать один документ. Это заявление Сергея Есенина, когда-то написанное Луначарскому. То есть вот мы будем разбирать документ. И вы эссе свое тоже должны будете писать на примере этого документа. То есть, ну те, кто хочет написать «Войну и мир» заново на тему сравнения, то вы можете, конечно, пописать длинно, но я буду проверять страницу и в очень быстрых режимах, потому что прямо во время контрольной работы должен проверить. Так что сильно много писать не надо. Главное выявить те отличия, которые действительно есть в этом документе. Теперь то, с чем мы с вами сейчас будем иметь дело, я сейчас продиктую вам это заявление Есенина, вы его все запишите в том виде, в котором оно было, а потом мы с вами попробуем, не меняя исторической действительности, то есть оставляя исторические компоненты, которые есть в этом документе, переписать это заявление в соответствии с современными нормами. То есть оно не такое, и не потому, что Есенин там плохой какой-то и не умел писать документы, а именно потому, что поменялось представление о том, что такое заявление в то время и в начале 21 века. Ну, поменялось не так уж и сильно, то есть частями. Мы на это посмотрим с вами. Давайте вспомним, какие шесть реквизитов принципиальны для заявлений. Кто и кому пишет, совершенно верно. Вот два реквизита у нас. Дата, подпись, четыре реквизита. Еще два. Слово заявления, то есть наименование типа документа. Напоминаю, что у нас есть еще один реквизит, это название документа, но у заявления нет названий. То есть название, например, есть у приказов о награждении работников. Вот это название, это тоже реквизит, но у заявления его нет. И последний, шестой реквизит. Сам текст, совершенно верно. То есть вот у нас шесть стандартных реквизитов. Какой седьмой реквизит делает заявление подлинным документом? Нет, нет. Вот у нас подпись уже есть, все мы набрали. Напоминаю, мы назвали правильно все шесть реквизитов. Седьмой реквизит, это тот, который вы сами не ставите. Это уже очень серьезно. Совершенно верно. Когда вы сдаете заявление, вы должны проследить, чтобы на заявлении появился номер входящего документа. То есть если вы серьезно относитесь к этому заявлению, вы следите за тем, чтобы там был номер. Потому что именно когда есть номер, это значит заявление пошло в дело. Пока номера нет, это просто какая-то бумажка. Ну и все, на которую вы потратили свое время. Так что, когда вы знаете, что есть какая-то опасность, что вы заявление сдаете, а оно потеряется, то вы должны проследить за тем, что заявление получило номер, и вы сняли копию с этого заявления уже с номером, присвоенным в том отделе, куда вы сдали. И тогда утрата этого документа, это вина конкретных людей, которые приняли у вас документ, а не ваша. И считаться будет именно от вашей копии, сколько времени рассматривается это заявление и правильно ли это делается. Вот. Ну, к счастью, мы достаточно редко сталкиваемся с такими ситуациями, где за этим надо очень строго следить. Хотя, ну, например, для нашей с вами практики, практики желающих получать гранты, работа с документами, своевременность, сдача документов, чрезвычайно важна, тем более, что вокруг этого ну и слухи, и реальные вещи в области получения грантов таковы, что нужно быть очень придирчивым к себе и к другому. Ну, в частности, история о том, что вы отправили письмо, не письмо, а пакет документов на получение гранта, и оно пришло вовремя, и вы получили об этом уведомление, что там все нормально, и успокоились, еще не означает, что ваш пакет документов где-то рассматривается, потому что, например, лежит пакет документов в канцелярии, и вы потом узнаете, что вы в конкурсе не принимали участие, потому что в кабинет 214 это не доехало, в канцелярии осталось, и там пролежало, и вы опоздали на конкурс. То есть вот такие вещи, они действительно делаются, я не очень верю, что это честная игра, я почти уверен, что когда так получается, значит, кто-то не хотел, чтобы ваш пакет документов участвовал в этом конкурсе и придумал такой дурацкий предлог. Но факт есть факт, что опытные люди, уже наевшиеся таких случаев, они везут этот пакет документов сами, или фиксируют, что вы точно передали этот пакет документов в ту комнату, которая указана как место рассмотрения. Ну ладно, от всяких конспирологических сюжетов перейдем к реальностям. Давайте, ну ладно, давайте просто запишем техзаявление, и дальше будем уже от него танцевать, чтобы на пальцах ничего не объяснить. А что там не о контроле с научной речью по акции не передали активнее? Спасибо, спасибо. Не, не о том, что просили. Спасибо. Что-то сделать. Если бы хотя бы вот так попала. А, что-то сделать. Верхний правый угол, первая строка пишем «Наркому по просвещению». Наркому по просвещению. Вторая строка. Анатолию Васильевичу Луначарскому. Третья строка по центру с большой буквы. Заявление. С большой буквы. Заявление. Заявление. С большой буквы. С красной строки. Прошу вашего ходатайства. Простите, не предупредил. Сейчас придется вам черкаться. Вашего с большой буквы. И везде, где дальше будет «вы» и «ваш» с большой буквы. Прошу вашего ходатайства. Перед нарком ин делом. Это одно слово, которое пишется с большой буквы. Народный комиссариат иностранных дел. Нарком ин дел. Перед нарком ин делом. Напишите у нас как раз. По буквам. Н.А.Р. Нарком ин дел. Только первое. Перед нарком ин делом о выдаче мне заграничного паспорта для поездки на трехмесячный срок в Берлин по делу издания книг. после двоеточия своих и примыкающей ко мне группы поэтов. поэтов. после точки предлагаю свои услуги по выполнению некоторых могущих могущих быть на меня возложенными поручений. Дальше будет сокращение внимательно смотрите мы сейчас будем сокращать народный комиссариат по просвещению в соответствии с тем как тогда это сокращалось нарк точка дальше с маленькой буквы комисс с одной с комисс точка по просвещению пробелы там есть везде после точки еще компьютерный язык тогда не собладел по просвещению все это конец предложения перечитывая его предлагаю свои услуги по выполнению некоторых могущих быть на меня возложенными поручений народного комиссариата по просвещению следующее предложение в случае вашего согласия вашего спрашивания не забывайте в случае вашего согласия прошу снабдить меня соответствующими документами документами точка теперь внизу слева записываем дату так как она была тогда записана 1922 запятая марта 17 нет цифрами конечно не словами вы решили словами марта 17 точка 1922 запятая марта 17 точка справа с есенин с есенин итак договариваемся с вами что во первых соблюдайте корректности в домашней работе потом то есть не пытайтесь критиковать есенин потому что в данном случае все сделано так как и должно было быть сделано и то что нормы поменялись это не к есенину не имеет никакого отношения то есть мы сравниваем то как тогда составлялось заявление как оно сейчас составляется вот и все у вас сейчас задача первое это переписать этот текст так чтобы он соответствовал современным нормам деловой речи и правилам оформления заявлений понятно при этом народный комиссариат по просвещению не превращаем в министерство образования и культуры то есть все историзмы сохраняем на своем месте не перепридумываем исторического сюжета то есть все Луначарского не переизбираем Луначарский остается Луначарским Есениным Есениным напоминаю отчество у Есенина Александрович все работает так друзья кто мне сдал здесь же тетрадки с работой над ошибками и с диктантом это не то что надо там есть научные стерки за что за что мне там не удастся тот же самый текст если вам так сейчас кажется что это просто переписывание то вы ошибаетесь еще какого принципа не нравится на игрушек да говорят там не нравится не нравится что не нравится еще поедем что , а а Продолжение следует... 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 Продолжение следует...